Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Страшное ДТП в Тверской области сегодня попало во все ленты российских новостей. Утром возле села Некрасово столкнулись автобус Лиас, который ехал из Ржева, и микроавтобус Форд Транзит, следовавший из города Старица. Удар был такой силы, что от маршрутки практически ничего не осталось. В результате аварии погибли 13 человек, находившихся в маршрутке. Еще трое получили травмы. По данным госавтоинспекции, предположительно, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Расследование по этому делу продолжается. В ленту кировских новостей угодил в Яцкополянский водитель, который пнул полицейского по голове. Как сообщили в прокуратуре Кировской области, обвиняемому вынесен приговор. Сам инцидент произошел в феврале. Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. Более того, выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление. В момент задержания водитель ударил одного из стражей дорожного порядка ногой по лицу. Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления. Агрессивный водитель приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима. Обвиняемый пытался обжаловать приговор, но суд оставил наказание без изменений. Неожиданный гость перепугал посетителей бара во французском Шантилье. Видео инцидента появилось в интернете. Ранним утром гости заведения спокойно пили кофе, когда в помещении галопом ворвалась скаковая лошадь. Животное стремительно пронеслось через весь зал, а потом развернулось и выбежало на улицу. Никто из посетителей и сотрудников бара не пострадал. Как выяснилось позднее, лошадь сбежала от наездника, который возвращался на ипподром. Открытая дверь заведения просто оказалась на ее пути. После происшествия животное успокоили и вернули владельцу. И, наконец, внимание интернет-пользователей, в особенности студентов, привлекли результаты исследования российских ученых. Сотрудники Сибирского госуниверситета науки и технологий решили проверить, вредна ли для здоровья лапша быстрого приготовления. Результаты их работы опубликованы на официальном сайте ВУЗа. Ученые проанализировали лапшу разных торговых марок и пришли к выводу, вред таких продуктов сильно преувеличен. Конечно, полезными их вряд ли назовешь, но, по словам доцента Елены Семиченко, при умеренном потреблении вреда здоровому организму они не принесут. Также специалист отметила, что опасность глутамата натрия не более чем миф, поскольку это натриевая соль аминокислоты, которой, цитата, в любом бифштексе больше, чем в дошираке. У меня на этом все. До встречи.